Мы пришли в бизнес-зал. Мне этот, конечно, Бабнукова не нравится, но здесь есть разъемное тёмное пиво. Поэтому с Максом будем сидеть тут. Вот такая разная еда здесь есть. Кофе, вода. Там винишко разное, пиво. Вот такой салатик у меня, белое вино, Наполеон, Макса пиво. И сидим наконец-то за крестивыми креслями, которые всегда обычно заняты. Мы сейчас были в бизнес-зале Топ Лаунж. И хотим ещё в какой-нибудь бизнес-зал сходить. Сейчас, пока ждём лифт, покажу вам кусочек аэропорта Внукова. Сейчас пойдём в Чайковский Премьер Лаунж. Тоже вам всё покажу. Вот такой ассортимент блюд во втором уже зале. Вот этот вип-зал Чайковский я люблю. Мы в прошлый раз были и здесь, и в Топ Лаунж. Именно он мне понравился, но Макс его не любит, так как здесь нет тёмного пива. Но зато здесь много всяких вкусняшек. Вот смотрите, я курочку взяла разную, салатик, ещё какую-то курочку, как и в прошлый раз. Вот такое какое-то овощное ссорти. И сок, кофе, Макс его пиво тащит. Наконец-то его душа счастлива, наверное. Хотя она светлая, не тёмная. Вот. Так что такие дела. Сейчас, наверное, каких-нибудь ещё сладких вкусняшек принесёт. Итак, мы заехали в наш номер. Сейчас покажу туалет-ванну. На дверях большое зеркало, что очень удобно. Тут, смотрите, какой огромный шкаф. И идём в комнату. Большая двуспальная кровать. Тумбочки. Картина. Всё красиво, всё как на фото, всё как обещали. Тут у нас кресло-столик, окошечко. Но вроде как было написано, что часть номеров с балконом. Я попросила, чтобы нам поменяли завтра номер. Не знаю, поменяют или нет. Но, в принципе, если поменяют, будет, конечно, очень классно. Так, что у нас дальше есть? Это у нас всё бесплатно, как он сказал. Вода, чай, кофе, чашечки. Тут у нас уже идёт платно. Видите, чипсы, конфетки. Также платно мини-бар. Мини-бар докупаться можно. Не знаю, какие ценники. В общем, тут энергетики есть. Смотрите, сколько алкашки. Вы посмотрите, посмотрите. Сколько тут всего у них всё опечатано. Вот. Не знаю, что по ценникам. Потом посмотрю. Так. Плазма у нас есть. Ну, вот, в принципе, весь и номер. Всё, что нужно, всё есть. Но вот ещё было бы классно, если поменяли нам дали номер с балконом. Ещё пообещали вино принести. И фрукты. Не знаю, прошло пять минут. Никого нету. Теперь заходим в туалет. Ванна. Ну, тут, в принципе, всё стандартно. Ванна. Какие-то мыльно-рыльные принадлежности. Что это? Не знаю. Как будто шапочки. Такое ощущение. А то что-то потвёрже. Давайте посмотрим. Даже интересно. Мыльца, что ли? Вот тоже так бешено вскрываются. Все коробочки. Станок с гелем для влезья. А тут пустые, что ли? Или шапочки. Да, шапочку чувствую уже. Чувствую шапочку. В общем. Так, что у нас ещё тут есть? Почему-то один. Лосьон для тела. Где шампунь? А вот мыло у нас есть. Вот оно мыло. Фен. Салфетки. Походу. А вот. Вот есть у нас шампунь. Шампунь. Бальзам для волос. Ну, хотя бы можно использовать как пену для ванны. Полотенце. Ну, вот, в принципе, всё. Ванная комната с большим зеркалом. Тут-то нету. Нет, тут уже нету. Закончилось. Так что такие дела. Пошли разбирать вещи. Сильно разбирать, конечно, не будем. Потому что, возможно, завтра номер поменяют. Конечно, не надеюсь. Но всё-таки вдруг. И пойдём уже смотреть Тубай. На улице погода плюс 40. По магазинам ходить просто нереально. Мы сбегали до ближайших. Взяли себе вот такие, точнее мне, вот такие фрукты. Всё умножаем на два. Поэтому, значит, где-то 50 рублей вот столько арбузика. И лоточек дыньки 40 рублей. Но цена примерно по курсу на данный момент. Также взяли вот такой напиток. Хотела или спрайд, но что-то местное, конечно же, хочется. Поэтому 100 рублей. Печеньки Максим взял себе тоже около 100 рублей. А пероль привезла с собой. Поэтому сейчас как раз с соком буду его пить. Ну и, конечно, кушать с фруктиками. Мы пришли на крышу. Здесь бассейн. Также можно покушать. В бассейна, кстати, никого нет. Это очень кайфово. Мы заняли уже лежаки. Взяли полотенце. И сейчас побежим охлаждаться. На улице плюс 40. Жара вообще мега невыносимая. Бассейн на крыше. Видно, как самолёты летают. Вот там один улетел только, что не знаю, видно вам или нет. И вот тут ещё, кстати, можно покушать. Макс плавает. Макс плавает. Идём в метро. Вроде как это очень рядом. Ну, где вы видели столько куриц? Смотрите. Ещё и прям магазин мечта. Есть всё. Есть здесь всё. Рядом всё. Мы пришли из магазина Day-to-Day. И посмотрите, сколько много всего купили. Но в этот раз гораздо меньше, чем обычно. Потому что цены другие. Обычно всё по 10 дирхам. А тут и 50, и 150. В общем, разные цены. Надо обращать внимание. Вот эту кофточку я взяла за 10 дирхам. То есть 200 рублей получается. Ну, а всё остальное уже по разным ценникам. Вот такую подушечку. Видите? 400 рублей. Стоит, но она крутая. У нас такие больше тысячи. Больше, чем полторы тысячи. Вообще. Прямо супер-мега классно. Сламинго. Можно было взять даже и за 200 рублей. Получается, да. Была ярко-розовая. И мятная. Но вот мне захотелось рисуночку. Только фламинго взяла. Макс какие-то себе 5 печеньки взял. Я купила биби-крем. По оттенку мне подходит. Стоит 100 рублей. Блин, вообще. Круто. Попробуем. Маленькому Максу снова купила карты. Люблю ему такие подарочки дарить. Потом за 200 рублей взяли USB-переходник. Потому что нам телефоны не зарядить иначе. Поэтому хорошо хоть там это дело продавалось. Станок Максим купил. Потом волосы буду лечить. Купила себе шампунь. Ватика. Очень хорошая фирма. Тут стоит, смотрите, ну буквально 200 рублей у нас. 500-600 такие цены. Тем более баночка-то большая. Вот я взяла шампунь. И также два бальзама Ватика. Буду здесь как раз головы ими мыть. И, наверное, еще докуплю. Так планирую, по крайней мере. Духи взяла. В прошлый раз из Дубая привозила двое духов. Одни почти закончились. Вторых на донышке осталось. И вот сейчас взяла такие очень сладенькие. Девчачьи. Очень-очень мне понравились. И по ценнику вот эти вообще 6.50, 130 рублей. Вот эти не помню сколько. По-моему, 400. Снова взяла мед. Вот такой очень вкусный. С мюсли его все время кушала дома. И на подарки покупала. Тут было два вида. Так взяла пока вот только два. Может, в других магазинчиках посмотрю. Я люблю, чтобы подарки отличались. Были как-то, ну, более интересные, разные. Хотела купить, как всегда, кружки. Но ничего вообще как бы не зацепило меня. Пепельниц вообще не видела. И вообще, day to day, конечно, в этот раз не порадовал. Но вот где вы видели такое, чтобы вот я из магазина пришла и купила только то, что нужно. Мыть голову, кушать, ехать домой. Там, ну, кофточка, да, вообще ни о чем. Это вообще. Обычно покупаю, конечно, гораздо больше. В прошлый раз я за один раз купила сразу 10 килограмм покупок. 10 килограмм. А тут, ну, вот как это? Что такое? В общем, сходим еще в другой магазинчик. Day to day, да вообще по магазинам походим. Ну, а пока у меня уже слышу, чайник докипает. Будем пить вкусняшками чаек с мужем. Девочки, сейчас хочу вместе с вами распечатать свои новые духи. Клав, вот так они называются. Стоили, по-моему, 20 дирхам. То есть 400 рублей на наши деньги. Вот так выглядит баночка. Она такая милая. Прям вообще я не могу. О, аромат. Сейчас посмотрим, такой ли он будет, как в тестере. Ай, сладкая карамелька, прям сладкая ванилька. Не знаю, нравятся вам такие видео или нет, когда я распаковываю духи или что-то еще обязательно пишите. Но первое впечатление, оно такое классное. Прям пахнет какими-то ягодками. Очень-очень вкусными. Так, давайте уже вторые распечатаем. Так, коробочки убираем. Вторые духи называются Виктории. Я так предполагаю, что это, наверное, копия под... Ну, подделка может быть фейк для... Ой, а Викторию Сикрет, в общем, думаю, возможно подделка, но не точно. Так, все сверкает, отсвечивает. Сейчас посмотрим. Стоили они, как я вам говорила, 6 с чем-то дирхам. То есть 130 рублей. Вообще не поверите, но они такие вкусные. Вообще в Дубае очень классные ароматы. Так, давайте посмотрим. Оправдать ли ожиданий этот? Да, 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 вообще классный, классный. Как же я обожаю Эмираты. Вот, ну, где вы видели столько? Девчуля немножко прервалась. У меня там в Инстаграм-стори загрузится, поэтому тут не пугайтесь, если немножко услышали кое-что. Кое-что, то, что не должно было быть в видео. Вот, ну да ладно. В общем, в Дубае очень классные духи. Особенно в Day-to-Day можно купить за сущие копейки. Ну вот, 400 рублей, 130 рублей. Где вы видели такие ценники? Вообще, мне кажется, негодяя. В прошлый раз я тоже привозилась в Дубае. Духи, они обалденные. Так, Макс, держи камеру, сейчас притащу те. Даже не поленюсь. Покажу, как им. У меня они, правда, без крышечки. Вот, вот эти, претти, претти. О, ми-ми-ми. Очень вкусные. Смотрите, у меня их осталось буквально на донышке. И еще дома духи из Эмиратов тоже осталось. Вот, буквально вот столько. Кстати, все духи почему-то беру розовенькие. Сладенькие, видимо, ягодные. Цветочные такие люблю. Ну, больше ягодные. Вот. Очень советую. Будете в Дубае, заходите в Day-to-Day и покупайте там духи. Ну, а мы тем временем побежали гулять. С вами буду прощаться. Всех целую. Увидимся очень-очень скоро.